приветствую на канале меня зовут наталья и сегодня у нас новый этап работы лепнина покраска и ответы на ваши вопросы которые я получила в instagram ну что ж приступим шары в покраске шары в шелке и в шары в бархате редкий случай когда можно увидеть в одном цвете и в одном дизайне в разном исполнении сегодня продолжение работы и как вы помните последний раз я показывала 6 шаров 2 в покраске 2 в бархате и 2 в шелке и все у всех у них будет одинаковая лепнина один дизайн и вы сможете посмотреть какой шар чем отличается использую я глину creal у них сейчас новая упаковка вот выглядит она так молоды уже знакомые также покажу новую краску золото вот как выглядит очень красивый цвет и меня просили показать как помыть бутылочку от клея успею все покажу и я беру небольшой кусочек глина и заполняю молд просто пальчиками вот так вот заполняю все один молд рамочку и ангела полностью все заполняем заполняем молд и зачищаем если где надо добавляем и полностью хорошо зачищаем чтобы у нас не оставалось нигде глины лишний все края все чтобы было чистенько молд у меня заполнен глина зачищена теперь переворачиваю и на столе не поднимая молд точнее сказать лепнину молд вот так вот вытягиваем все берем лепнину и укладываем на игрушку пока лепнина свежая ее можно потянуть немножко растянуть и уложить как вам надо если вдруг у вас не вытаскивается лепнина сразу молд помещаем в морозилку на минут 20 и тогда все идеально у вас выскочит из молда я сейчас попробую иногда бывает с первого раза все выскакивает иногда надо сделать это несколько раз аккуратно все вытаскиваем вот все у меня получилось и укладываем на игрушку и отправляем сушиться лепнина у меня подсохла и для покраски я буду использовать вот такую краску мне очень понравился цвет и он идеально мне подходит я беру кисточку и прямо из баночки прокрашиваю при этом не забываем про боковинки чтобы у нас белый цвет глины нигде не просвечивался и середину рамки при необходимости красим два раза но я думаю что мне хватит одного очень насыщенный цвет и прокрашиваем все красим рамочки и затем красим ангелов и еще один момент мне часто задают вопрос почему я сначала делаю лепнину высушиваю ее отдельно и только затем крашу они наоборот делаю приклеиваю и крашу ее на игрушки во первых мне так удобнее во вторых после покраски лепнина становится более эластичная и как я уже показывала в одном из предыдущих видео она просто сгибается и ее можно вплотную совсем совсем вплотную приклеить игрушки продолжаем работу красим все все наши детали моя лепнина подсохла сохнет она примерно 15 минут и меня просили показать цвет краски цвет краски это так по-русски это будет латунное золото и покрывать лаком я буду акриловым вот такой у меня лак он с блеском водоустойчивый лак для покрашенных поверхностей он матовый но когда он высыхает он прозрачный и я просто беру кисточкой и наношу лак на свою лепнину и так наношу лак на все свои детали сегодня в инстаграм просили меня показать полностью упаковку глины и где я ее покупаю покупаю я ее в швеции в магазине для рукоделия девчонки нашли ее на немецком сайте ссылочку я оставляю но для россии получается очень дорого доставка глина очень хорошая я довольна и при высыхании она не очень тяжелая это первое и второе я обещала рассказать как почистить бутылочки от клея обыкновенная жидкость для снятия лака я заливаю в бутылочку жидкость и потом кручу кручу ее и все это выходит постепенно носик отдельно помещаю в какую-то емкость также заливаю жидкостью и время от времени прокручиваю и получается вот носик чистый и бутылочка у нас чистая это конечно работа не быстро но таким образом можно почистить бутылочку моя лепнина подсохла и вы видите какая она становится эластичная и как вы помните мы с вами делали три комплекта игрушек у меня будут все в белом цвете бархат шелк и покраска и все будут с одинаковой лепниной вот получается очень красиво это на бархате это у нас на шелке и на покраске посмотрите какая красота и прежде чем с вами попрощаюсь еще вопрос мне задали каким клеем я подклеиваю лепнину я использую универсальный гель-клей немецкой фирмы уху я много раз показываю как я подклеиваю лепнину и как подклеить так чтобы не было никаких следов от клея на моем канале есть отдельное видео также ссылочку я оставлю а на сегодня все надеюсь видео понравилось и было полезным вы узнали что-то новое творческих успехов вам и до новых встреч пока пока